В 2021 году Забайкальский край участвует в 11 национальных проектах, на реализацию которых предусмотрено более 13 миллиардов рублей. Наибольшее количество средств запланировано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 4,5 миллиарда. Демография – более 3,5 миллиардов рублей и более 1 миллиарда – жилье и городская среда. Более 700 миллионов рублей направлено на национальный проект здравоохранения. Сегодня опасения по срокам проведения закупок и контрактации отмечают именно в этих сферах. Дело в том, что январь, к сожалению, мы с вами подпровалились немного, 346 миллионов не выполнили. План февраля у нас почти миллиард по национальным проектам. Тревожная ситуация по Минздраву – 144 миллиона, исполнение пока ноль. Тревожная ситуация по Минсоцзащите – 251 миллион, исполнение февраля – 14 миллионов. И Минстроительство – почти что полмиллиарда рублей, исполнение 83 миллиона. У вас есть право потом корректировать. Вам правительство России предоставило корректировать даже за один день до закупки. И то, что мы во втором месте видим 52% еще закупок не стоят в плане графики – это полное безобразие. Под риском срыва успешной реализации мог бы оказаться и еще один национальный проект – производительность труда и поддержка занятости. В прошлом году предпринимались попытки войти в него досрочно. Исполнение легло бы на Министерство экономического развития. Пока же включение региона в проект планируется только в 2023 году. Однако в период пандемии сокращение рабочих мест и субъектов предпринимательства безработица стала одной из актуальных проблем региона. Как выполняются все те инвестиционные проекты, проекты поддержки, на которые мы сотни миллионов рублей выдали в прошлом году? Где эти деньги сейчас? Где какие рабочие места созданы? Какой спрос они для других каких-то предприятий создают? Мы договорились как? Мы их сделаем? А дальше, Александр Ильич, что мы говорили? Будет происходить. Ну, понятно, что контроль, исполнение. Нет, Александр Ильич, вы уже забыли. Вы мне обещали, что мы их каждые три месяца будем наращивать. Забыли? Не забыл. Не забыл, а забыл. Отсутствие эффекта от вложенных миллионов прослеживается и в других сферах. К примеру, компенсация недополученных доходов, а также покрытие расходов за ПТЭК за год, по словам губернатора, составили более 2 миллиардов рублей. На эти деньги могла бы быть проведена модернизация значительной части объектов теплоэнергетики. Однако сегодня приходится нести дополнительные расходы на устранение аварий. Дульдурга, Балей, Чернышевск. Либо это руководство отворабатывает эти решения, либо больше мы продолжать те же самые методы не будем, значит, надо принципиально другие методы использовать. С приближением весны на первый план наряду с незаконными рубками выходит и подготовка к пожароопасному периоду. В этом году за январь, месяц и первую неделю февраля проведено 530 средних мероприятий. Выявлено 101 случай незаконной рубки с общим объемом 2,5 тысячи метров кубических, с ущербом 30 с лишним миллионов, 56 материалов перед на правоохранительные органы, уже возбуждено 13 уголовных дел. Несмотря на то, что за короткое время выявлено уже большое количество незаконных рубок, с наступлением весны их может стать еще больше. А пожары, в том числе и искусственно созданные, станут лишь прикрытием в совершении преступлений. Этот год принципиальный, вы сами понимаете, что и для вас он принципиальное значение имеет. Все-таки два года мы готовимся, мы должны явно иметь результат. А если результата нет или он недостаточен, руководящее звено необходимо заменить. Сегодня к обязанности министра здравоохранения Забайкальского края приступила Оксана Немакина. В 2001 окончила лечебное дело в Читинской государственной медицинской академии, затем обучалась в интернатуре. Работала в Читинском областном кожно-венерологическом диспансере в Дорожной клинической больнице, замещала главного врача по организационно-методической работе в ККИ, а с 2015 возглавляла Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов-воин. О добровольной отставке Анны Шангиной высказались немногие члены правительства, а тех, кто все-таки рискнул, ждали поучения. Оценки вам и оценки друг другу вы не даете и не должны превращать это в мелодраму. Оценки вам дают люди, вы даете оценки только своим подчиненным, а вам всем оценки дают люди. И вполне возможно, что эти оценки будут не как сериал ежедневно разворачиваться, а вам будет дан по совокупности работ. Тамара Ванфулі, Антон Доценко, ЗАПТВ.